Выходец из трудовой уральской среды Евгений Пермяк принёс в литературу свой опыт, свою трудовую биографию. Ему не нужно было выдумывать героев. Его книги населены живыми людьми, пришедшими из жизни. Они прошли через сердце писателя, наделены его радостями и болями, живут в труде и борьбе, не кичатся подвигом и не ищут лёгкой доли. Созданные писателем образы несут в себе драгоценные качества человека нашего времени. Писатель Евгений Пермяк говорил о себе так. «Я – это книги, и именно по ним меня должны знать и судить. Только по книгам писатель занимает своё место в истории. Его могут возвеличить или низвергнуть. А все остальные статейки – это всего лишь ветерок, который, к тому же, изменчивый». Евгений Андреевич Пермяк родился 31 октября 1902 года на Урале в городе Перми. Но в первые же дни после рождения вместе с матерью был привезён в Откинск. Кстати, Пермяк – всего лишь псевдоним, который писатель возьмёт в будущем в честь родного края. А при рождении он был висцов. Родители Евгения были обычными тружениками. Отец работал на почте, мать – на ткацкой фабрике. Когда Жене было три года, отец умер. Мальчик с мамой много путешествовал по Уралу, где проникся уважением к труду людей. А в Откинске он очень близко познакомился с бытом обычных работяг, тружеников заводов и рудников. Его тётя работала на одном таком предприятии, и он часто после школы проводил время рядом с ней. Евгений Пермяк даже впоследствии вспоминал, что познакомился с мартеновскими печами раньше, чем с букварём, а с инструментами задолго до того, как выучил таблицу умножения. В Откинске он учился в церковно-приходской школе про гимназии и гимназии. Помимо основных предметов он освоил пять ремёсел – столярное, слесарное, сапожное, кузнечное и токарное. В начале 1920-х годов Пермяк попадает в Кулундинские степи в Сибири, где работает на продовольственном фронте. Позже его впечатления о Сибири лягут в основу книги «Тонкая струна», цикла кулундинских рассказов и повестей. «Дочь Луны», «Саламата», «Шоша Шерстобит», «Страница юности», «Счастливое крушение». Сменил много занятий. Был гуртоправом, то есть ухаживал за мясным крупно-рогатым скотом, заготовителем, инструктором по культурно-просветительской работе, журналистом, руководителем агитколлектива. Печатался с 1924 года, публиковал в местной газете статьи, писал стихи под псевдонимом «Мастер Непряхин». В 1930-м окончил педагогический факультет Пермского университета. В студенческие годы стал организатором журнала «Живая театрализованная газета». В 1929-м в Перми была издана его прошура «История живой театрализованной газеты». В начале 30-х годов Пермяк переехал в Москву и занялся профессиональной литературной деятельностью. Сотрудничал в журналах «Деревенский театр», «Клубная сцена», заявляет о себе как драматург. Из пьес начала 30-х годов наиболее известны «Лес шумит, перекат». Они шли во всех театрах России. Во время Великой Отечественной войны писатель находился в Свердловске. Там он познакомился с Павлом Петровичем Бажовым, Агнием Барто, Львом Касселем. Освещая текущее событие в местных периодических изданиях, он сблизился с Павлом Бажовым. Помогал ему руководить местной писательской организацией. Эти отношения перешли в прочную дружбу. Евгений Андреевич Пермяк часто бывал у Павла Петровича. И не только по писательским делам, но и просто на дружеских посиделках. Вот что пишет вспоминая те времена внук Бажова Владимир Бажов. В гости к дедушке на Новый год пришел писатель Евгений Пермяк со своей женой и дочерью Оксаной. Евгений Андреевич любил удивить чем-нибудь необычным. В этот вечер он принес пачку картинок, нарисованных под его руководством дочерью. На каждом рисунке цветными карандашами был нарисован кто-нибудь из семьи Бажова или Пермяка. «Елка была очень веселой и незабываемой. Мы с Оксаной рассказывали стихи, плясали под дружный хохот взрослых. Вообще Евгений Пермяк слыл веселым и жизнерадостным человеком. Из всех людей, бывавших в то время в доме дедушки, он запомнился мне больше всех». Впоследствии Пермяк посвятил Бажову книгу «Долговекий мастер». Пермяк всегда считал себя пермяком по происхождению, уральцем. Многие его романы написаны на уральском материале. На уральском материале написан историко-революционный роман Пермяка «Горбатый медведь», раскрывающий сложные жизненные противоречия кануна октября. В 1970-м в Москве вышла книга Пермяка «Мой край», полностью посвященная Уралу, стране чудес и несметных сокровищ. Одна из глав книги рассказывает о Пермской области. В сказке-присказке про родной Урал писатель излагает интересный, магический, по-своему сказочный вариант происхождения Урала и уральских гор. В этой сказке-присказке много разной чепушины, хоть отбавляй. В забытые темные времена эту байку чей-то досужий язык породил, да по свету пустил. Житишко у нее было так себе, маломальское. Кое-где она ютилась, кое-где до наших лет дожила, и мне в уши попало. В скорости, как наша земля отвердела, как суша от морей отделилась, зверями всякими, птицами населилась. Из глубин земли, из степей, при Каспийских, золотой змей полос выпалз. С хрустальной чешуей, с самоцветным отливом, огненным нутром, рудяным костяком, медным прожильем. Задумал собою землю опоясать. Задумал и пополз от Каспийских полуденных степей до полуночных холодных морей. Завилял полос, от усы реки к оби свернул, и на Ямал было двинулся. Холодно! И удумал он через льды холодных морей напрямки махнуть. Тогда змей дном моря пошел. Ему что при нехватке это толщине? Брюхом по морскому дну ползет, а хребет поверх моря высится. Такой не утонет, только холодно. Остывать начал полос с головы. Ну, а коли голову застудил, и тулову конец. Коченеть стал, в скорости и вовсе окаменел. Годы прошли, века минули. Порос окаменевший великан буйным ельником, сосновым раздольем, кедровым весельем, лиственничной красой. А годы шли и дошли. Люди осели на склонах гор. Каменным поясом назвали полоза. А поясал все-таки он как-никак нашу землю, хоть и не всю. А потому ему форменное имя дали, звонкое, Урал. Откуда это слово взялось, сказать не могу. Только так его теперь все называют. Хоть и короткое слово, а много в себя вобрало. Как Русь. Пермяк – автор научно-популярных книг для детей. «От костра до котла», сказка о стране Терафера, сказ про газ, сборник сказок Дедушкина копилка, «Замок без ключа» и другие. Объединенные идеи важности труда, они показывают тайну цены человеческого труда, необходимость приобщаться к труду с детства, потому что из трудолюбивых маленьких граждан вырастут хорошие люди, хозяева своей страны и судьбы. Евгений Андреевич Пермяк писал повести, рассказы и сказки. У него вышло 30 книг. Лучше всего Евгения Пермяка получалось писать для детей. Первая книга «Кем быть?» вышла в 1946 году. Это сборник рассказов, объединенных одной целью познакомить детей с огромным миром профессий. Самое известное собрание сказок Евгений Пермяка «Дедушкина копилка», в которую вошли 50 сказок. Эта книга учит быть добрым, внимательным, благодарным. Книга «Голубые белки» включает 15 рассказов о животных. Вы спросите, почему белки голубые? Потому что шкурка у них летом рыжая, а зимой приобретает голубовато-серый цвет. Пичугин мост учит тому, что даже небольшое доброе дело, а Сёма Пичугин соорудил надёжную переправу, сохраняется в памяти людей. Книги «Торопливый ножик» и «Золотой гвоздь» прославляют ремёсла и воспитывают умение терпения у человека. Рассказы из книги «Бумажный змей» учат дружить, уважать старших, не лениться, не жадничать, проявлять смекалку, ведь мечта героев не осуществилась потому, что они не умели дружить. Рассказ «Двойка» учит не ценить о других по внешним признакам, следует ценить людей по их делам и поступкам. При чтении произведений Евгения Андреевича Пермика видно, что в его книгах живут реальные персонажи, взятые из жизни. Ребята, наши ровесники, растут, им бывает больно и страшно, радостно и тревожно, но маленькие дела помогают им стать хорошими, умными и большими. Большинство своих книг Евгений Пермяк посвятил великой роли труда в жизни человека. Труд может сделать человека счастливым. Эту мысль утверждает он в своих книгах. Способность видеть мир глазами детей, обращаться с ними так, чтобы тебя понимали, бесценный дар. Этим даром обладал уральский сказочник, мудрый писатель Евгений Андреевич Пермяк. Умер писатель 17 августа 1982 года в городе Москве. Велик и поучителен итог его жизни. Его книги широко известны не только в нашей стране, но и во многих странах мира. Советуем почитать и обсудить с детьми замечательные рассказы Евгения Андреевича Пермяка. Евгений Андреевич Пермяка. Евгений Андреевич. Евгений Андреевич. Продолжение следует...